Вадим Шелиховский. Добрый день, Алексей. Самоубийство на поле боя с точки зрения Господа Бога и религии. Ну, я за Господа Бога не скажу, за религию тоже, но я считаю это возможно. То есть, если человек хочет избежать попадания в плен и взрывает себя и врагов гранатой, то для меня это акт войны, который он совершает, и он уничтожает врагов, то есть делает свою работу солдата просто ценой своей собственной гибели. Но так на войне это часто бывает и без того, чтобы подорвать себя. Потому что бывают обстоятельства, когда человек точно понимает, что выполнение этого приказа, как это, приведет его к смерти. Это доля солдат. И это же тоже самоубийство с чисто формальной точки зрения, но тем не менее самоубийством не считается. Что касается религии, то у них свои взгляды на эти вещи. Например, берем мусульман, у них одни считают практику самоубийств шахидов, противоречащие исламу. Другие считают, что это возможно. Фетвы соответствующие сдают. Споры идут. С точки зрения Господа Бога, Господь Бог нам расскажет на том свете да или нет. Правильно мы поступили и нет. Надо иметь смелость жить, не зная ответ Бога на этот вопрос. Вообще, Юнг говорил, что степень зрелости человека по эволюционной лестнице, которую мы сегодня неоднократно упоминали, зависит от степени неопределенности, которую он может вынести. Вот я, например, стараюсь жить, не придумывая себе, что церковь велела или Господь велел, и я вот теперь беспрекословно слушаюсь, или общество велело. Я говорю часто не знаю. И имею смелость жить в этом незнании. Я не знаю. Я думаю, что надо поступать так, как велит совесть, а на том свете Господь нам скажет правильно, ты поступал или нет, и данные конкретных обстоятельств. И надо иметь что? Ну, если ты оказалось, что ты поступил неправильно, надо иметь мужество стоять на страшном суде и сказать, ну, да, оказывается неправильно, а я-то думал, что правильно, или как минимум, что не знал правильно или неправильно, но поступил, исходя из вот таких вот таких-то соображений. Субтитры создавал DimaTorzok